Алексей Литвинов провел первый рабочий день в качестве исполняющего обязанности главы Владивостока. Первым делом он собрал совещание штаба по подготовке города к зиме. В нем приняли участие представители административно-территориальных управлений и муниципального учреждения содержания городских территорий. Исполняющий обязанности главы выяснил, как будут взаимодействовать службы между собой, куда собираются складировать снег и кто будет определять самые проблемные участки города, которым потребуется дополнительная техника. У нас каждый год корректируется схема сбора информации по тем улицам, которые требуют первоочередной очистки. И в этом году принято решение всю информацию собирать консолидированную в видимой диспетчерской службе, которая будет, исходя из принадлежности той или иной территории, распределять ее среди наших управлений. За что отвечает управляющая компания, сообщается управление сооружения жилфонда, за что отвечает управление благоустройства, сообщается управление благоустройства, за что отвечает образование, будет передаваться управление образованием. То есть мы в этом году постараемся все-таки дорешать и до конца внедрить систему единой точки сбора информации по всей территории города, где требуется первоочередное внимание по уборке снега. Особенно тщательно Алексей Литвинов изучил вопрос о наличии снегоуборочной техники и ее готовности к зимнему сезону. Также исполняющий обязанности главы интересовался о взаимодействии с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, ведь они должны выходить вместе с городом на борьбу со стихией, очищая придомовые территории и внутриквартальные дороги. На сегодняшний день к зимнему сезону готовы 98 единиц снегоуборочной техники. Это тракторы-щетки, пескоразбрасыватели, снегоочистители, самосвалы, грейдеры, фронтальные и лаповые снегопогрузчики. К 1 декабря количество техники увеличится до 125 единиц. В пиковые дни, в период метелей и снегопадов, будет задействовано порядка 150 единиц техники. Ежегодно на дороге Владивостока выходит техника не только муниципалитета, но и наемные трактора, грейдеры и самосвалы. Особенно они нужны в период сильных снегопадов. Первые три дня очистятся основные трассы города, подъезды к детским садам, школам и другим значимым социальным учреждениям. Потом техника идет в микрорайоны. Впервые за много лет предприятие закупило новую технику. Вот такие два снегоочистителя будут убирать пешеходные зоны и тротуары Владивостока. Заметим, что техника будет выступать дополнительным помощником к уже имеющимся средствам малой механизации. Закупка снегоочистительной техники вообще вопрос больной. В последний раз масштабное пополнение муниципального транспорта состоялось 7 лет назад, в 2010 году за средства федерального бюджета. За это время оборудование сильно износилось, а заменить его нечем. Лишь в этом году удалось приобрести мини-трактора для очистки тротуаров и 3 единицы КДМ на базе КАМАЗа. На этот раз удовольствие оплачивала городская казна. Впервые за 7 лет мы нашли в бюджете, выделили 20 миллионов на приобретение техники. Но если подходить так, то в принципе нам нужно уже с этого следующего года хотя бы где-то каждый год приобретать по 10-15 единиц. Потому что вся техника, которую вы сегодня видите, она в основном вся 10-го года, 9-го, 8-го. То есть она уже и морально, и физически уже наступает ее износ. И с каждым годом ее ломается все больше и больше. И приходится все больше и больше ремонтировать и тратить средства на ее подготовку. Для цыпки дорог предприятие подготовило 6 тысяч тонн песко-соляной смеси и тысячи кубов жидкого реагента. До конца этого года материалов хватит. Остальное будет закупаться по мере необходимости. Заметим, подобные реагенты считаются эффективными средствами для борьбы со снегом и применяются во многих странах мира. И управляющим компаниям, а также ТСЖ не стоит стесняться их приобретать и убирать снег на территориях, за которые они несут ответственность. Катерина Матвеева, Станислав Лазебник, Даниил Клева. Новости на Восьмом.